ТВ и радио на Патриаршей представляет На Патриаршей площади Генеральные партнеры фестиваля Мегафон, Сбербанк, Мариавтоцентр, Матрица, Мариэнергосбыт Эй, гуляем по-царски! Агрохолдинг Акашева вновь идет на рекорд! 10 августа на Патриаршей площади мы приготовим 100-метровый бутерброд! Да-да, самый длинный в России! И съедим его вместе с вами! В честь праздника, народной забавы и состязания, угощения и соревнования! А на десерт новые и лучшие песни Максим! Наверное, это мой рай! В день города! Царские гуляния на Патриаршей площади! Организатор мероприятия Птицефабрика Акашевская При поддержке Россельхозбанка! Здравствуйте! Здравствуйте! В эфире информационная программа «До 12» новости Республики в студии Лилия Зуева. Новая трасса по современным стандартам. Воскресенский проспект частично разгрузит улицы столицы Республики с интенсивным движением транспорта. По городу, как по трассе, маршрутные такси остаются одним из самых опасных транспортных средств для всех участников дорожного движения, что заставит притормозить лихачей-перевозчиков. День города при ясной погоде. Синоптики прогнозируют, что вторая половина недели будет теплой и солнечной. Новая трасса по современным стандартам. В выпусках новостей телеканала «Регион-12» мы уже сообщали о том, что в Вишкороле началось строительство нового Воскресенского проспекта. Новая дорога позволит не только увеличить пропускную способность растущего числа автотранспорта, но и будет рассчитана на большие нагрузки, чем остальные улицы города. Кроме того, Воскресенский проспект сохранит статус транзитной для пассажирского транспорта улицы. События развивались стремительно. Сначала было принято решение и разработан проект. Затем проведены торги и определен генеральный подрядчик. Воскресенский проспект, улица, которая вскоре соединит бульвар Чивайна и улицу воинов-интернационалистов, сейчас одна из главных дорожных строек. Как вы видите, здесь применяется конструкция дорожной одежды, немножко отличающаяся от традиционной. Здесь песок, потом подушка из песка и цемента и бетон. С армированием, вот видите, сетка армированная, бетон. Это будет одежда, которая сверху будет слой асфальт. Помимо соответствия архитектурной доминанте, Воскресенский проспект расположится параллельно зданиям на набережной. Конечно же, и это главное, новая улица должна стать образцом нового ишкаролинского дорожного строительства. Бетонное основание, повышенная пропускная способность, ливневая канализация. Вы видите, что мы делаем бетонированную подушку, затем, которая будет покрываться асфальтовым покрытием. И вдоль проспекта будут все коммуникации. Ливневые дороги, энергоснабжение для освещения и соответствующие технические устройства для троллейбуса. Я думаю, что это будет новая дорога, с нее начнем, и город должен быть весь такой. Иначе каждый год латать, делать ямочный ремонт, это бесполезная работа. Потому что наши зимы, просто те ремонтные работы, которые мы проводим, они не выдерживают. 600-метровый участок будущей четырехполосной магистрали, от бульвара Чивайна до улицы Войнов-Интернационалистов, строители сдадут уже в октябре. Сейчас, по сути, работы только начинаются. Предстоит подготовить основание дороги, залить его бетоном, а затем заасфальтировать. Стоимость строительства 600-метровой современной городской магистрали составляет почти 69 миллионов рублей. Сегодня правительство разрывается между выплатой заработной платы и решением социальных важных задач и подготовкой к зиме. Что важнее для нас? Зарплату нельзя не платить. Не финансировать объекты жизнеобеспечения невозможно. Не финансировать образование и здравоохранение тоже невозможно. Но и дороги надо строить. Поэтому выискиваем соответствующие источники, берем кредиты. И в соответствии с законом в 94-м выходим на те задачи, которые перед нами стоят. Сделать город с хорошими дорогами, с хорошим качеством жизни. Благоустройство будущего проспекта включает в себя установку остановочных павильонов для общественного транспорта. Оборудование стояночных мест для автомобилей, паркующихся возле общественных зданий. Планируется также разместить 35 урн. Будущий проспект также будет озеленен. Вдоль дороги будут посажены липы и кустарники. На дорогах республики скоро могут появиться новые знаки, устанавливающие возможную максимальную скорость в 110 км в час. Изменения в правила дорожного движения вступают в силу сегодня. Поправки в ПДД, во-первых, касаются максимальной скорости движения для легковушек и грузовиков с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн. По решению владельцев дорог для этих автомобилей может быть установлена максимальная скорость в 130 км в час на автомагистралях и в 110 км в час на дорогах, обозначенных знаком «дорога для автомобилей». Поскольку автомагистрали в Мариэл нет, то предел разрешенной скорости в границах республики на отдельных участках дорог составит 110 км в час. И то только после установки соответствующих знаков. Кроме того, в ПДД впервые появится термин «парковка». Знак парковки заменит аналогичный ныне действующий знак места стоянки. Еще одно важное нововведение – дорожные знаки на желтом фоне. Они будут устанавливаться в местах производства дорожных работ и будут обозначать временные изменения в ПДД. В Яшкороле реконструируют светофоры и меняют дорожные знаки. Прежде всего, в рамках подготовки к учебному году Центр организации дорожного движения «Сигнал» проводит работы по реконструкции светофоров, замене дорожных знаков и нанесению разметки рядом с общеобразовательными учреждениями города. Сейчас в Яшкороле идет и замена дорожных знаков пешеходный переход на дорожные знаки с желтым обрамлением. Кроме того, устанавливаются пешеходные ограждения у школ номер 4, 7 и 14. С начала июля ведется работа по нанесению дорожной разметки у школ города. По городу, как по трассе, маршрутные такси остаются одним из самых опасных транспортных средств для всех участников дорожного движения. Прибыть к следующей остановке быстрее конкурентов. Погоня за пассажиром заставляет забывать об элементарных правилах поведения на дороге. В ГИБДД таких постоянных клиентов с завидной регулярностью штрафуют на приличные суммы. Однако маршрутных такси, игнорирующих правила, все же становится меньше. Под пристальное внимание пассажирские микроавтобусы в очередной раз попали не случайно. С каждым годом этот вид транспорта становится все опаснее. Только в этом году в Мариэл произошло уже 13 ДТП с участием маршруток. Почти в каждом пострадали люди. Переломы, растяжения, ушибы и ссадины получили более 15 человек. Дорожно-транспортные происшествия происходят в основном по причине, по вине водителей данных транспортных средств. Основные нарушения, которые допускают они, это проезд на красный сигнал светофора, запрещающий сигнал светофора, остановка вне обозначенных остановочных пунктов, нарушение правил маневрирования. Очередная проверка на дорогах не стала исключением. За 30 минут следования по маршруту водитель этого транспортного средства без особых усилий заработал штрафов более чем на 3000 рублей. На конечном пункте он протягивает сотрудникам дорожной полиции документы, даже не пытаясь оспорить предъявленные обвинения. Проскочить на красный, повернуть с полосы, не предназначенные для такого маневра, на кон перевести как можно больше пассажиров. Поставлено все. Поэтому и штрафы водителей не пугают. Их они могут отбить всего за несколько часов работы. На вопрос, можно ли работать в этой сфере, соблюдая все установленные правила. Водители не скрывают. Если будешь соблюдать, ничего не заработаешь. И хозяину нечего отдавать будет. Сергей Мечтанов в начале 90-х тоже осваивал казавшееся перспективное направление по перевозкам пассажиров. Тогда этот вид транспорта только набирал обороты. Имея в собственности несколько маршруток, понял, здесь главное правильно осуществлять контроль за водителями. Сколько кругов проехали, соблюдали ли скоростной режим, где и когда останавливались. Сергей был одним из первых, кто на своих машинах установил систему спутникового наблюдения «ГЛОНАСС». Сейчас эта система обязательно для всех перевозчиков. А для Сергея теперь это еще и новый бизнес. С 1 января 2013 года по закону должны установлены средства мониторинга «ГЛОНАСС-ГПС» должны устанавливаться транспортные средства таких категорий, как перевозка опасных грузов, перевозка пассажиров, перевозка межобластная, межгород, скажем так. Таким образом, в первую очередь, системой «ГЛОНАСС» оснастили те транспортные средства, которые работают на межобластных маршрутах или имеют конечные остановки в ближайших районах, например, поселок Медведево или поселок Руэм. Все остальные пока на их усмотрение или, как говорится, до очередной плановой проверки. Многие частные предприниматели до сих пор считают установку «ГЛОНАСС» вторжением в частную собственность. Меж тем, данные системы спутникового наблюдения поступают пока только заказчику. Информация хранится на сервере в течение нескольких лет. И только при необходимости. По предварительному запросу она предоставляется сотрудникам ГИБДД или транспортной инспекции. Уже скоро эта ситуация может в корне поменяться. «Будет у нас республиканский центр, куда будет стекаться эта информация. И я так полагаю, эта информация тоже будет передаваться нам как организаторам перевозок. То есть мы будем, если сегодня мы выходим и по дворам ищем, или жалобы к нам поступают, что какие-то маршруты сокращают и ездят через дворы, мы будем оперативно видеть информацию уже на компьютере, где какая машина, куда поехала. Планируется к концу года вот этот центр создать. И будем, то есть пока идет оснащение транспортных средств, потом будет вот этот центр. Ну и дальше уже будет продвигаться все остальное». Как говорят специалисты, цель установки системы ГЛОНАСС на все транспортные средства, осуществляющие перевозку пассажиров, а значит и постоянного контроля за каждым из них не только дисциплинировать водителей, но и в целом оптимизировать работу общественного транспорта. Например, в ближайшем будущем спутниковое наблюдение позволит сообщать пассажирам расписание движения транспорта с помощью информационных табло, которые планируют установить на остановках общественного транспорта. Стоимость проезда в городских троллейбусах вырастет с сентября и составит 14 рублей за поездку, сообщили в муниципальном предприятии «Троллейбусный транспорт». Стоимость льготных проездных билетов и проездных билетов для граждан не изменится до конца года. В республике продолжается подготовка школ к новому учебному году. Санитарными врачами принято две трети от общего числа образовательных учреждений. Специалистами регионального Роспотребнадзора проверено 201 школа, из которых принято 192. Всего же на контроле ведомства 273 школы. Новые технологии для слабовидящих детей. Савинской коррекционной школе-интернату в рамках программы модернизации региональной системы образования из федерального бюджета выделили 800 тысяч рублей. Спецоборудование, книги и мебель. Это главные статьи расходов школы. Режим, говорящие книги, воспроизведение. Происшедшее случилось с людьми, подобными нам, и что их переживания аккуратно записаны и сохранены на протяжении столетий. Этот тифлофлэш-плеер, или как его еще называют, говорящая книга для Савинской коррекционной школы-интерната – ценное приобретение. С прошлого года три таких экземпляра наравне с традиционными книгами хранятся в местной библиотеке и выдаются слабовидящим детям по желанию. Крупные кнопки, голосовой меню – этот плеер полностью адаптирован для русскоязычного пользователя. Если для дополнительного чтения нам нужны какие-то дополнительные книги, то пользуются флэш-плеерами ребята. Они могут подобрать литературу на флэш-картах и в свободное время получать эту информацию. Воспитанники школы-интерната могут набрать на клавиатуре любой текст. Они владеют не только азбукой Брайля, но и компьютером. Все это благодаря спецоборудованию для детей с ослабленным зрением. Им оснащают школу ежегодно. Сначала закупили современные компьютеры с большими мониторами, затем специальную клавиатуру. Слабовидящие дети у нас пользуются обычной клавиатурой, а слепые, тотально слепые дети используют данную клавиатуру. И при работе с этой клавиатурой они могут слышать по звуковой производящей программе на компьютере, правильно они набирают или неправильно набирают буквы или тексты. Приобретение нового брайлевского принтера и современного аппарата для печати рельефно-графических пособий педагоги школы ждали с нетерпением. На этом оборудовании, к примеру, они могут распечатать любой методический материал для уроков. Географии, истории, математики. С помощью различных точечных комбинаций можно кодировать буквы, цифры, знаки припинания, физические и химические обозначения и даже ноты. У нас данного аппарата не было и в их приходилось очень сложно, потому что данных пособий выпускают издательство просвещения, издательство Логосвоз в небольшом количестве. И чем уникален данный аппарат, на сегодняшний день уже в рамках школы мы для себя можем выпускать различные пособия. На оснащение Савинской коррекционной школы-интерната к новому учебному году из федерального бюджета выделено 800 тысяч рублей. Из них 370 уже освоено. Кроме спецоборудования приобрели новую мебель и 50 экземпляров книг. Пока только для начальной школы. Как говорят педагоги, они очень дорогие. И их выпускают ограниченным тиражом. Ближайшие планы – обеспечить новой художественной научной литературой всех старшеклассников. Педагоги в один голос говорят. Современное оборудование, необходимые книги с текстами Брайля, без сомнения, позволят усовершенствовать саму систему обучения в коррекционной школе. Здесь стараются идти в ногу со временем, настолько, насколько это возможно. Все это дает шанс для слабовидящих детей жить полноценно. Для начала закончить успешно школу и поступить в ВУЗ. В МВД определяют сумму причиненного ущерба по факту незаконной вырубки 250 хвойных деревьев на территории лесничества в Парангинском районе. Как было установлено, в конце июля, начале августа, четверо лесорубов Паранги по заказу индивидуального предпринимателя вырубили не только деревья, указанные в лесозаготовительных документах, но и 250 сосен, не предназначенных для рубки. С места происшествия была изъята бензопила, спила деревьев, направленная на экспертизу. По данному факту может быть возбуждено уголовное дело. Москитная сетка как фактор опасности. В Вишкороле из окна первого этажа выпала 4-летняя девочка, оставленная под присмотром 12-летней родственницы. Как сообщают в МВД, малышка залезла на подоконник, чтобы посмотреть, что происходит на улице и облокотилась на москитную сетку. Сетка не выдержала и вместе с ребенком выпала во двор. С открытой черепно-мозговой травмой пострадавшая была доставлена в детскую республиканскую больницу. Полицейские напоминают, в теплое время года подобные происшествия случаются буквально ежемесячно. Поэтому, если у вас установлено пластиковое окно с москитной сеткой, следует проявлять особую бдительность или принять простые меры предосторожности. У установщиков окон имеются приспособления для безопасного пользования этими окнами, те же самые блокираторы. В связи с чем, конечно, если вы уходите на кухню либо отлучаетесь на несколько секунд, огромная просьба, ставьте окна просто на режим проветривания, не открывая. И, конечно, не оставляя ребенка одного в комнате. Юные спасатели из Мариэл – лучшие в России. Команда из нашей республики победила на всероссийских соревнованиях школы безопасности, проходивших в Вологодской области. Право представлять при Волжье на уровне страны ребята завоевали еще в июне, став победителями на межрегиональных состязаниях в Башкортостане. В Вологде юных спасателей ждали традиционные испытания, полоса препятствий, маршрут выживания, комбинированная пожарная эстафета, соревнования в силовых упражнениях, в поисково-спасательных работах, а также соревнования поваров. По итогам соревнований юные спасатели из Мариэл стали лучшими в младшей группе. Кроме медалей и кубков, победители состязаний были награждены ценными призами. Отмечу, что команда, представлявшая нашу республику, была в прямом смысле слова сборной. В ее состав вошли ребята из Мари-Турекского, Сернурского, Кужинерского районов, а также из города Звенигова. Похоже, что ешкаролинский «Спартак», не проигрывая два матча подряд, выбрался из черной полосы. Футболистки Мариэлочки в этом сезоне пока вообще не знают поражений. Хоккеисты волжской ариады начали предсезонные товарищеские матчи. Все подробности в спортивном обозрении телеканала «Регион-12». Ешкаролинский «Спартак» не проигрывает вот уже два матча подряд. После почти сенсационной победы дома над Кировским «Динамо» подопечные Александра Нинашкина следующий матч с велик ничьем. В третьем туре первенства России красно-белые играли на выезде в Самарской области с командой «Ладо Тольятти». Счет открыли хозяева в самом начале второго тайма, однако в концовке его спартаковцы смогли отыграться. «Ладо Тольятти» «Ладо Тольятти» «Ладо Тольятти» «Ладо Тольятти» «Ладо Тольятти» «Ладо Тольятти» Таким образом игра закончилась с ничейным счетом 1-1. «Спартак» с четырьмя очками в копилке на седьмом месте турнирной таблицы. Следующая игра «Дома». В среду наши парни будут принимать «Носту» из Новотроицка. Начало матча на «Дружбе» в 18.30. А вот Мриелочка в этом сезоне пока еще не проигрывала. Мало того, подопечные Евгения Петрова уверены первые в зоне «Волга-центр» первой лиги первенства России по футболу. Так и в последнем туре ежкаролинские футболистки в Ульяновске в пух и прах разгромили хозяек игроков команды «Волга». Четыре гола в первом тайме и еще один во втором. А один из этих мячей практически на грани фантастики. По крайней мере для женского футбола. В итоге на пять пропущенных мячей ульяновские футболистки смогли ответить только одним. Конечный результат 5-1 в пользу Мариелочки и уверенное первое место. Ближайшие преследователи нашей команды отстают аж на 7 очков. Успешно протекает предсезонка и у Волжской хоккейной ряды. Видимо, одухотворенные несколькими факторами игроки нашей команды с двойным рвением готовятся к сезону. Первый фактор вручения бронзовых медалей прошлогоднего чемпионата ВХЛ. Второй сообщение о том, что на базе Ариады будет сформирована сборная России по хоккею для участия в зимней универсиаде. И третий фактор предсезонный сбор команды ни много ни мало в Чехии. Там наши ребята, кроме двухразовых тренировок и занятий в тренажерном зале, время от времени играют с местными командами. Так, в первой товарищеской встрече с командой «Бироуновские медведи» вверх взяли волжане, переигравшие соперника со счетом 4-1. Впереди же еще две контрольные игры в городах Кадань и Ческе-Будайовице с одноименными хоккейными клубами. Вернутся наши хоккеисты домой в середине августа. День города при ясной погоде. Синоптики обещают, что конец текущей недели в Вишкороле будет теплым и солнечным. Напомню, уже в эту пятницу на Патриаршей площади пройдет второй фестиваль фейерверков, а в субботу 10 августа на том же месте будет установлен рекорд России по приготовлению 100-метрового бутерброда. Завершит же праздник выступления певицы Максим. Предварительный прогноз погоды на 9 и 10 августа выглядит многообещающе. Тепло, но не жарко. И самое главное никаких дождей. Но после небольшого похолодания в середине недели. На этой неделе погода нас порадует. Лишь во вторник и в среду местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Также в середине недели ожидается кратковременное понижение температуры воздуха. Днем температура будет 20-25, ночью температура понизится до 10-15 градусов. В северо-восточных районах республики может быть до 8-13 градусов. Во второй половине недели и на выходные ожидается теплая погода без осадков. Днем воздух прогреется до 22-27 градусов. Ночью температура понизится до 13-18 градусов. ТВ и радио на Патриаршей представляет «Ты хочешь это видеть» Второй фестиваль фейерверков в нашем городе «Ты хочешь это слышать» Финалисты конкурса «Пульстар» Хедлайнер фестиваля модный диджей Руслан Нигматуллин 9 августа феерия звука и света на Патриаршей площади генеральные партнеры фестиваля Мегафон Сбербанк Мари-автоцентр Матрица Мари-энергосбыт Гуляем по-царски Агрохолдинг Акашева вновь идет на рекорд 10 августа на Патриаршей площади мы приготовим 100-метровый бутерброд Да-да самый длинный в России И съедим его вместе с вами В честь праздника народной забавы и состязания угощения и соревнования А на десерт новые и лучшие песни Максим Наверное, это мой рай В день города царские гуляния на Патриаршей площади Организатор мероприятия Птицефабрика Акашевская при поддержке Россельхозбанка Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова